Следующая строчка, это все первый абзац. Это древнегреческий, классический греческий. То есть этот процесс непосредственного вхождения в медитацию похож на метикатастосе пувриските энэсантропус, в той ситуации, когда человек находится, то есть когда мы, вы знаете, вот объедаетесь, бывает такое, да, то есть объелся и вот разморила, вот есть русское такое слово, когда меня разморила после еды, вот я вроде бы расслабленный, вы знаете, вот тело не ощущаете, и вроде бы я типа и сплю, и не сплю, вот разморила, да. И вот про это состояние, да, нам здесь и говорится о том, что вот когда нас, ну то есть это скорее всего самая первая такая стадия вхождения в медитацию, да, когда есть вот это вот ощущение, что тебя, ну вот раскумарила, да, разморила мы еще называем, когда тело такое тяжелое и неподвижное, но это только вот начальное, то есть здесь нам главный герой, главный персонаж, да, дает описание, понимание, с чего это все начинается, да, на что это похоже и дальше. То есть когда наше тело становится тяжелым, и мы чувствуем, кейстаномы, статинанаги, и у нас появляется вот эта вот нужда, да, уснуть на кеми-суме, то есть такое ощущение, что вот я засыпаю, да, и еще один пример, который переводится, и андислиха метап у меня шума таги кураси, и еще пример, когда мы устаем после физических нагрузок, вот прям очень сильная, когда есть вот эта вот усталость после физических нагрузок, мы тоже такие, знаете, не расслабляемся, особенно, ну, я не знаю, физически там, чтобы копать или еще что-то делать, у меня такого опыта не было, да, вот, но когда ты ходишь в спортзалы, и, по крайней мере, я люблю железки, вот, и понимаешь, что есть такая, ну, тело устало, и вот ты приходишь, там, домой так сядешь, да, расслабился, и вот такая тяжесть, да, то есть и в том и в другом случае у нас идет показатель, что тело должно быть тяжелым, да, и вот это вот ощущение, что тебя тянет, клонит сон, да, то есть нету вот этой вот активности умственной, которая нам присуща, да, когда мы находимся в сознании, но при этом я говорила про осознанность, то есть не путайте сознание и осознанность, осознанность это скорость, да, это когда обработка информации идет вот прям, ну, сверхскоростная, но это не ум, это не состояние, ну, то есть это не в состоянии сознания, это иное состояние хорошо и дальше продолжаем и завершая первый абзац о чем здесь речь идет тот и но межу от и капюс пуврискотан стенали и перед ястосе и продолжает значит эрмис и говорит о том что тогда мне мне кажется что кто-то капюс пуврискит и стенали перед яско которые находятся в сверх измерения то есть человек человек говорю гермис и эрмис вошел в это состояние до медитации когда изнутри душа поднялась и вот появилась вот это вот ощущение паренья до тела тяжелое паренья присутствует есть осознание потому что скорость обработки информации достаточно большая тогда кажется скорее не кажется она межу это я считаю да что кто-то на конкретную здесь не описывает кто-то что а то а ты капюс кто-то пуврис пуврискотан находился в сверх измерения то есть по ту сторону и перед ястосис по ту сторону сверх измерения то есть ощущение того что есть некая такая не то чтобы забор преграды да а то что а отделяет вот наше сознание да от сверх сознание если так можно сказать да это вот краски тот момент осознанности идет некое такое переключение кстати в мир эти пувруси наехи аппериори что в мегис уж таким образом что он казался мог иметь скорее всего да то кто находился по ту сторону аппериори что мегис уж когда я на курсе древа жизни описывала 1 человека адама да в соответствии с кабалой там как раз таки и ангелов архангела в том числе было описание что раз размах на рук ну а то но от одно от одного края руки до другого так вот а когда встает человек это было расстояние как одной стороны вселенной но до нее другой то есть одного конца вселенной по другую конец вселенной это был только вот разворот рук первого человека когда мы говорили про дам ну в данном случае подразумевали адам не как человек как существо да а как некий такой ну некая такая идея потому что таких людей не существовало в теле в объемах здесь показатель так вот здесь идет очень интересное описание о том что где этот момент что кто-то находился по ту сторону сверх измерения эти пубрусе наехи аппериористом и и мог иметь аппериористу здесь знаете то что нет он горе а то что нету границ то есть дословно переводить безграничных размеров что значит безграничные размеры опять-таки когда мы читаем текст мы его понимаем буквально я говорила во вступлении что здесь философские понятия и если мы все-таки представим что наша душа внутри нас в тексте это и описано начинает подниматься если вы когда-нибудь практиковали такое состояние когда вы начинаете фокусироваться внутри себя неважно на дыхание на сердце неважно на чем угодно то есть ваш взор обращается внутри себя и вы ощущаете свои рамки тела изнутри и потом такое знаете ощущение что вы расширяетесь изнутри да как воздушный шарик который надувает вот он становится широкий широкий и вы воспринимаете себя уже что ваши рамки в теле они начинают расширяться и вы уже не только тело да вы уже ощущаете что вы размеров допустим как ваша комната потом дальше идет расширение вы становитесь как ваш дом потом вы еще это все изнутри происходит расширяете себя до например своего района города то есть это все ощущение размеров на что вот вы вы такой большой как ваш район и когда вы это ощущаете то дома которые находятся в этом районе все абсолютно все что находится одно как будто бы находится внутри вас то есть вы расширяете становитесь огромными дальше мы расширяемся становимся земным шаром потом мы можем расшириться до объема вселенной и это и является понятием безгранична когда мы расширяемся да все что мы собой закрываем условно говоря вот вот я расширяюсь да и у меня сразу микрофон становится частью меня вот я расширюсь еще больше и компьютер станет частью меня я расширюсь там мышка стены это станет частью то есть чем больше я расширяюсь тем больше я в себя впускаю кстати это и есть момент единства всего со всеми когда вы расширяетесь то абсолютно все что существует она становится частью вас это примерно есть то понятие бога-творца когда это автономная система то есть бог это не какая-то персонификация то есть это не какая-то личность автономная система что значит автономная она сама регулируемая и поэтому ощущение того что бог это вот когда вы вот так вот расширяете становитесь частью до вселенной до одновременно и эта вселенная внутри вас вот это вот и есть понятие бога то есть что мы не можем быть скорее всего бог не может без нас потому что мы являемся его части и одновременно все части являются богом потому что бог состоит из этих частей вот это вот наглядный образ если вы его сможете профилософствовать и пропустить через себя ощутить у вас будет первый такой разрыв шаблона так вот в данном случае здесь как раз и и говорится да аппериористом эгитуш то есть размеры которые не ограничены то есть оризо то есть ограничивая здесь они не ограничены как раз таки душа входит в это состояние когда она становится безграничной да то есть есть кто-то по ту сторону то есть эрмис увидел как он считал кого-то который находился по ту сторону имеющий безграничные размеры а пока пока луся ты психи ему мета он ума тыс кему и пито иксис назвал мою душу по имени и сказал мне следующее вот здесь вот момент а пока луся ты психи ему мета он ума то есть назвал мою душу по имени когда я обучалась магии опять-таки у нас была одна такая практика вхождение в хронике акаши и в этих хрониках у каждого человека даже не человека у у каждого существа есть так можно сказать да есть в кавычках своя книга жизни то есть в этой книге записано абсолютно все с начала существования души и до того момента как мы будем там развиваться что нас будет ожидать дальнейшем это прописывается и у этой книги есть название есть имя то есть каждая душа которая создалась она имеет искать свой порядковый номер на или как еще называет баркода штрих ход то есть у каждой души есть свое имя это имя написано на этой книге жизни то есть если взять эту книгу до посмотреть там можно увидеть рождение себя на разных планетах не только на земле если мы воплощались в разных измерениях в разных галактиках если на земле то когда мы были одноклеточными каждая душа когда была одноклеточным существом до многоклеточным то есть полностью всю эволюцию до сегодняшнего момента можете увидеть свои прошлые жизни ну то есть это все записано записано в данном случае не в контексте ручка и пером и так далее в контексте информации то есть информацию мы считываем здесь нету буквенности но мы считываем так вот на обложке этой книги каждая книга ну у каждого она может выглядеть по-своему здесь не суть здесь все чисто метафорически есть имя у каждой души есть имя один из очень важных принципе если вспоминаете особенно в магии говорится никогда не называй свое имя либо почему опять-таки согласно мифологии первая жена адама было лет и она была создана также как адам на равных и когда она не захотела подчиниться адаму ей нужно была свобода да то есть уйти из райского сада вообще существовать как самостоятельная единица у нее не было такой возможности и она хитростью узнала настоящее имя творца и произнеся его на то есть по сути она починила самого творца себе то есть представляете на и тем самым выпросил у него свою свободу то есть взамен она назвала его по имени призвала он ну как джин должен был ей подчиниться потому что его назвали по имени имя имя творца никто не знает мы согласно мифологии вот этого мифа лилит узнала произнесла и творец ее отпустил и в дальнейшем он уже из ребра адама создал его в полном подчинение да потому что она уже являлась часть его она не была такая независимой как лилит так вот вообще понимание имени оно важно у каждой души своими обращаю ваше внимание на то что а имя у души она звучит мне на земном языке то есть если вдруг вы будете практиковать там я не знаю пойдете в хронике акаши увидите свою книгу и захотите это прочитать во первых это написано не на земном языке это даже не язык какие-то может быть звуки некие до которые вообще нам чуждо ну то есть нам кажется что это вот ну вообще никак не язык даже очень сложно иногда прочитать можно и не понять но у каждой души есть свое имя это имя она неизменяемое до конца существования души а поскольку душа бесконечна значит она бесконечно будет это имя это одно единственное имя его знает в данном случае описание то есть второй персонаж до который обратился к кермису нас вас назвав его по имени души не имя которое есть на там наташа света лена и так далее да и и рмис данном случае а именно имя его души поэтому если вы будете практиковать медитацию очень важно вообще когда выходим в астрал общаемся с него с всевозможными силами в австрале может присутствовать хитрость и обман но есть одно правило когда ты спрашиваешь имя никакое существо не может себя обмануть своими она назовет свое своими поэтому если во сне либо выходя в астрал вы увидите не органиков и которые ну вот питается энергиями всевозможные существенность если вы ну то есть они внешне могут подстраиваться под нечто другое но если вы потребуете попросите назови свое имя да то это сущность сущность от слова существования да а тварь от слова творения то вот это вот произведение искусств который перед вами предстанет неважно с какого она мира она должна назваться по имени настоящим именем и отсюда вы уже сможете понять стоит ли взаимодействовать или нет то есть это вот как практика безопасности одна из и в данном случае вот здесь вот по имени как раз таки и нужно было назваться это важный момент и значит дальше то есть он сначала произнес даже не спросил имя на то есть второй персонаж не спросил имя у ирмиса а он его назвал по имени к опукались это психиумом то он у нас то есть назвал мою душу по имени кему ипи туэксис и сказал мне ты на в топу и пифмис на кусишь что ты хотел бы услышать кеновис и увидеть осты на эксас кефис с авто для того чтобы практиковать вот это ну то есть то что хочешь увидеть и услышать кино то кота но иисис и понять осознать и далеко на тугу норисис и узнать здесь такой момент я вижу что время у нас уже вышло 30 минут я иду к завершению просто чтобы не останавливаться я хочу это пояснить и мы пойдем к завершению чуть больше времени возьму дело в том что в древней греции считалось что момент обучения он имеет две составляющие 1 составляющая это учитель 2 это ученик задача учителя передавать мысли формы идеи именно идеи то есть он не разжевывает он не поясняет он передает идеи это задача учителя задача ученика взять эту информацию и начать ее практиковать и после того когда ты начинаешь практиковать так как ты ее понял после множества количества разных попыток ты приходишь к пониманию того что имел что подразумевал твой учитель методом проб и ошибок то есть и не учителя спросишь как это нужно сделать что нужно сделать задача учитель передать информацию задача ученика начать это практиковать как ты можешь как ты умеешь как ты знаешь на данный момент и после определенных повторов количество ты сам скорректируешь и после того как ты скорректировал тогда у тебя приходит понимание и ты можешь сказать что теперь я это знаю не так как сейчас происходит да когда я начинаю что-то где-то говорить и сразу да я это знаю его там ну то есть позиции путаются и то есть изначально поэтому исходя из этого вот в этом предложении что мы встречаем две составляющие первое ты нафтопопофемистно окусишь что это то есть второй оппонент спрашиваю назвал ирмиса по имени имени души и дальше он ему говорит что ты желаешь услышать и увидеть опять-таки если мы находимся в этом состоянии видоизмененное состояние это не сознание на если это не сознание значит мы не работаем с помощью наших рецепторов да но пяти известных в этом состоянии присутствует два момента восприятия информации если так мы можем сказать но не с помощью рецепторов это слух но здесь в данном случае идет чакральный слух ну то есть у нас есть такие да рецепторы и увидеть увидеть с помощью третьего глаза как открывается третий глаз здесь тоже будет написано в дальнейших трататах я это поясню то есть в данном случае здесь идет информация о том что ты назови скажи да что ты хочешь услышать и увидеть увидеть с помощью третьего глаза потому что нету зрения да в этом состоянии то есть ты не смотришь глазами в этом состоянии у тебя нет глаз это не сознательный уровень поэтому что ты хочешь увидеть и услышать с одной стороны и дальше остына эксос кефис чтобы ты начал это практиковать потом после как ты будешь это практиковать ты это поймешь ну потому что делая ошибки ты начинаешь понимать да что есть правильно что есть неправильно для чего для того чтобы в конечном итоге ты это познал то есть познание она не приходит после того как ты перенял информацию как очень часто такое бывает что блин я где-то что-то прочитать что-то услышал все теперь я знаю и давай я буду другому человеку это там рассказывать пересказывать и при этом не имея практике для того чтобы сказать что я знаю но режим для чтобы сказать я знаю я должен до этого практиковать ту информацию которую я получил поэтому момент обучения до процесс обучения он состоит из того что учитель передает информацию учитель передает идеи из мира идей что это за мир идей мы тоже там позже в других абзацах тоже идёт описание этого мира идей, что это за мир идей, откуда учитель черпает эти идеи. А ученик не допекает его своими вопросами, да, вот как мы вот так сделаем, либо вот так сделаем, а правильно я сделал, ошибся я? Нет, он послушал очень внимательно, он внял, он поблагодарил и пошёл практиковать. И с того, что он попрактиковал какое-то определённое время, он понял, где он прав, где он не прав, и после этого он сказал, да, и теперь я знаю, только после практики. Поэтому любая информация, если она не практикуется, она просто является грузом на нашем ментальном плане. И как реакция ощущения, вот это вот беспомощное, нежелание ничего делать, ничего не хочу знать, слышать, перегруз, усталость, это наше перегруженное ментальное поле информации, то есть много информации и не нужны, потому что большую часть мы не практикуем. Поэтому здесь тоже такой вот интересный момент, но это, скорее всего, уже следующий раз, то здесь закончился абзац. Вот чтобы вы понимали, мы в начале этого урока, в начале этого ролика, я вам зачитала один абзац, который состоял из одного предложения, то есть это всё было одно предложение на древнегреческом, коряво, ну вот как умею, а потом я вам это всё, этот перевод древнегреческого на классический греческий был переведён, с пояснениями, то есть это и перевод, и какие-то моменты, какие-то слова там были переведены как дополнения, пояснения были, и в дальнейшем я вам это всё перевела на русский язык со своей интерпретацией ещё, ну то есть кроме того, что здесь в тексте говорится, да, ещё и интерпретация, чтобы понять, более понятнее использование каких-то образов, потому что информация, ещё раз скажу, на самом деле она сложная, то есть даже если бы я самостоятельно её читала и не было человека, который бы мне это пояснил, я бы в этом направлении вообще не смотрела, если честно. Исходя из того, что я вам пояснила, если вы действительно поискали в интернете перевод на русский язык и посмотрели вот этот вот первый абзац, там тоже походу разделено по абзацам, то тот набор слов, которые там есть, и то, что я говорил вам, вы увидите, насколько разнится. Я не претендую на истину, да, я говорю о том, как этот перевод звучит в моём формате, да, на русском языке, исходя из, ну так скажем, своих слабеньких знаний греческого языка, да, слабеньких, ну это так скромно. Вот, и на этом мы заканчиваем только первый абзац. Теперь, что я хочу от вас, я вам буду благодарна, если в комментариях вы напишите свою обратную связь. А что я хочу увидеть в обратной связи, насколько вам понятно, насколько вам нужно вот эти вот звучания, да, в подлиннике на древнегреческом языке, на новогреческом, либо вы сразу хотите, чтобы вот вам я всё переводила на русский, ну то есть не используя древних текстов. Для кого, допустим, очень важный и принципиально увидеть на, ну если владеет кто-то, да, древнегреческим и хочет увидеть, то я могу в комментариях, да, писать этот абзац на древнегреческом. Вот, и самостоятельно уже сможете переводить со словарём. Ну и вообще, как вам сам урок, а может быть что-то новое вы для себя узнали, вот поделитесь. Я вижу по времени, что слишком много, да, но это вот просто первый урок. Следующий будет действительно поменьше. Либо я сделаю, знаете как, я наверное сделаю первый урок в двух частях, то есть часть 1 и часть 2. Либо просто сделаю первый урок и второй урок, как продолжение первого. Ну вот что-то такое, может быть раздроблю, да, чтобы вот не грузить. Скорее всего, сделаю так, часть 1, первый урок, часть 1 и часть 2. Вот, а в следующее, но опять-таки по времени, ну, не могу определиться. Хорошо. С вами прощаюсь до следующих занятий. Если вы покупаете по отдельности занятия, то каждое занятие у нас будет по 750 рублей, да, можете переводить и приобретать. Когда курс будет готов полностью, будет одна цена, которую пока я, ну, не знаю, не могу определить. А я с вами прощаюсь до следующего занятия. Всем пока-пока.